Путешествие было совершенно незабываемое. Сначала, потому что невероятная дорога от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско вообще фантастическая, невозможная. Когда они нам говорят, а поедем, посмотрим на морских котиков. Приезжаем, там не котики, там львы, там натуральные морские слоны. Огромнейшие, их много, их невероятное количество, просто удивительное впечатление. Дорога 17-миль, потрясающая красота, невероятные пейзажи, просто невероятные. А все эти национальные парки, причем все впечатление шло по нарастающей. Это как-то было невероятно грамотно продумано. Сначала Юсимити-парк, ну да, мощные горы, такие массивные, немножко давящие, впечатление очень серьезное. Потом, вах, мы проезжаем каких-то там 200 миль, дали на смерть, жара, пески, даже кузнечик не свербит. И вот, муха не пролетает, никаких тебе комаров, вообще никаких, никаких насекомых, никого. Невероятно. А сумасшедшие виды... Брайс, Зайон, Зайон, Брайс Каньон, вообще можно просто было... Я решила, что Брайс – это лучшее, что я увидела в своей жизни. А потом Аня говорит, а теперь мы едем на Уайт Покет, у нас там оффроуд, и нас какой-то там дядька местный, ковбой, повезет на этот два часа по пустыне. Но это стоило того. Это просто невероятно. Он такой маленький, небольшой, по нему можно лазить, ходить. Но просто диву даешься, как природа могла создать такие чудеса, невероятнейшие чудеса. Это так красиво. Я не представляю, с чем это можно сравнить. А каньон Антилопы? Про каньон Антилопы знают все. Мы вроде бы как понимали, что мы увидим, ожидали, что мы увидим. Но это невероятное ощущение, когда свет проходит через вот эти отверстия, верхой падает и как-то преломляется, и камни на свету как-то отсвечивают совершенно по-другому. Это потрясающая вещь. А подкова, когда ты на нее смотришь практически с высоты птичьего полета, и тебя держат за ноги, чтобы это все сфотографировать. Да, глубоко. И под конец это был ударный такой. Я решила, что уже, ну что нас может удивить после Брайса, после Зайона, после Антилопы, после этого Вайт Покета. Что нас может удивить? Тут ба-бах, Гранд Каньон. Слушайте, ну это... И вдруг из жары мы попадаем в совершеннейшую зиму. Одеваем на себя все, что можно, все, что у нас было. Дует ветер, в каньоне гуляют облака. Это так красиво, но это так сурово. И ты понимаешь, что вот невероятная природа создает такие чудеса. Почему это все? Если там это какой-то известняк, что-то, то здесь это такие скалистые, мощные камни. Ну, что сказать, впечатлений просто невероятное количество. Это так здорово, это так интересно. Это воспоминания на всю жизнь.